На Иртыше близится к завершению очередной навигационный сезон. Сегодня из Павлодарского речного порта в путь отправилась последняя в этом году баржа с углем. Расширить логистику еще больше, нарастить объемы мешает нехватка гарантированных глубин. Самим решить многолетнюю проблему речникам пока не удается. Обещанная программа по развитию единственного сохранившегося в Казахстане речного грузового порта так и не начала работать в полную силу. Еще немного, еще чуть-чуть и все речные суда встанут на прикол. На Иртыше наступит временное затишье. 26-летние Александр Лохов и Артем Латыпов говорят, в межсезонье заскучают по реке. Они закончили одно речное училище и трудятся на одном корабле. Первый механик, второй стоит за штурвалом. Мы отработали неплохо, зимой не походишь по реке, просто охота весной побыстрее. А он еще наш, сейчас попозже посигналим. Ну, охота, конечно, поработать еще, но чертцо сделать, грустно. Несмотря на то, что навигация на Иртыше уже практически завершена, работа в Павлодарском речном порту по-прежнему кипит. Сегодня отсюда в Россию уходит последняя в этом году баржа с майкубенским углем. Сибиряки очень ждут этот груз, потому что впереди еще предстоит долгая и холодная зима. Уголь, щебень, песок. В Россию павлодарские речники перевезли больше 130 тысяч тонн груза. Впервые за 10 лет возобновили и перевалку сибирского леса. В Ханты-Мансиск для бурения нефтяных скважин доставили 5000 тонн технической соли. Контроль над безопасностью на реке самый строгий. Сегодня транспортные инспекторы отправились в финальный рейд, после чего фарватер до весны закроют. Возбуждено 25 административных дел в отношении маломерных судов. Но, к счастью, речные суда отработали навигационный период без происшествий. Объемы перевалок растут, но полностью раскрыть потенциал РТШ никак не получается. Нет гарантированных глубин для прохождения более мощных судов. Если казахстанская сторона хоть понемногу расчищает русло, то с соседней Омской области России активности не наблюдается. Вопрос нужно решать на межгосударственном уровне. Мы же пытаемся, мы работаем, ведем дно глубительное, дно расширительное, русло выпрямительной работы. Но это все требует большой комплексной программы со стороны нашего правительства. Вот тогда мы получим действительно настоящий импульс. Перевалка грузов по реке наполовину дешевле, чем железнодорожным или автомобильным транспортом. Спрос каждым годом растет. А вот амбициозные планы по развитию в Павлодаре специального речного логистического центра с выходом на Северный морской путь так и остаются нереализованными. Салуатимир Булатула и Марат Игликов. Итоги дня. Павлодарская область.